Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества проводит акцию по расчистке Медельского ущелья деревьев, упавших после урагана 17 мая. Для вывоза собранных деревьев планируется привлечь более 40 единиц спецтехники. Более тысячи жителей Аллатовского района заявили о своем участии. Также в Алматы состоится турнир среди государственных служащих по мини-футболу, посвященному 20-летию независимости Казахстана. И к другим темам. В Магестовской области продолжается активная реализация государственной программы «Мир-Лукош». В ауле Апакар-Океанского района 18 новых двухквартирных домов обрели своих хозяев. Необходимо отметить и тот факт, что строительство жилья для переселенцев велось за счет предприятий недропользователей, работающих в регионе. Рассказы Дениса Ющенко. Дома для переселенцев возвели в кратчайшие сроки. Строительство началось в апреле этого года. И вот уже в селе Апак праздник. Современные коттеджи обеспечены всем необходимым для проживания. Собственное жилье поможет людям, вернувшимся на историческую родину, быстрее адаптироваться на земле предков. Символично и то, что 36 семей репатриантов получили жилье в год 20-летия независимости Казахстана. Скажу спасибо нашему президенту за то, что такие вот дом строили. Все было выполнено, здорово им, счастье, доброта, здорово нашему президенту. И еще одно праздничное событие прошло в Каракиянском районе. В селе Курык распахнул свои звери дошкольный мини-центр Рауан. Посещать его и готовиться здесь к школе смогут 50 малышей. Для этого в центре есть все необходимое. На его содержание в рамках госзаказа из местного бюджета было выделено 5 миллионов тенге. Вот построили этот сад, и это радость не только для детей, но и их родителей. Я привела сюда свою внучку. Хочется пожелать, чтобы таких событий было больше в жизни простых казахстанцев. Я сама учительница и считаю, что очень важно вкладывать средства в образование. Дети это наше будущее, и их нужно развивать. В этом году в районе будут открыты еще несколько детских дошкольных учреждений. А власти области намерены к концу года довести охват ими детей до 100%. Денис Онищенко и Ренат Дусалиев. Агентство Хабар из Мангистауской области.